Привет, дорогие хозяюшки! Давно у нас с вами не было видео о покупках для дома. Если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Первое, что я хочу вам показать, это вот такая вот красота. Такую корзиночку, а вернее даже не одну, а в большом количестве я приобрела в магазине призма. Если кто-то живет в Финляндии и желает приобрести, то вы еще можете приобрести. И эта корзиночка полностью из натурального материала, как вы видите, и даже внутри натуральная ткань. Поэтому приобрела я эти корзиночки для того, чтобы на кухне хранить разнообразные продукты. Ну, вообще все-все-все, что можно только хранить на кухне. Вот, и вы знаете, очень они мне понравились. Они красиво смотрятся, они удобны в использовании за счет вот этих ручек. Их легко доставать, удобно доставать. Поэтому покупочкой я довольна. И в скором времени я планирую видео о таких нововведениях, организации хранения на моей кухне. Поэтому ждите это видео, если кому-то интересно посмотреть, как это все вообще выглядит на полочках. Но это не все мои покупочки для кухни. Также я еще приобрела две таких вот тарелочки. Вот они выглядят, они обычные белые. Покупала в магазине Токмане. Мне понравился вот этот небольшой узор. Несмотря на то, что у меня вся посуда белая, без всяких узоров, все-таки вот эта вот нежность меня привлекла. Поэтому я купила две таких небольшие тарелочки для разнообразия. Почему бы не? Тем более на моем канале много рецептов, в которых можно очень красиво оформить блюда. Дальше, что хочется вам еще показать. Для кухни в Беларуси я также приобрела вот такое вот блюдо. Покупала в местном универмаге. Вот так вот выглядит. Вообще у меня это блюдо есть. Оно так и называется, что блюдо для пиццы, по-моему. Сейчас посмотрю. Да, блюдо для пиццы. Вот как раз и цена, если кому-то интересно. Но оно настолько удобно, что я использую не только для пиццы, но и для всяких пирогов, торты. Также сюда располагаю. В общем-то, торты как и соленые, так и сладкие. Оно действительно очень удобное это блюдо. Поэтому одно у меня есть, приобрела второе. Потому что иногда, когда ждем гостей и много готовлю, то одного блюда мало. Также мы приобрели, это уже покупка не для кухни, но для ванной комнаты, вот такую вот емкость для хранения зубной пасты и щеток. Она, если честно, не очень большая. Но мне понравилось, что она стеклянная, что, вернее, керамическая. Что она керамическая, что она матовая и белая. Потому что до этого у нас было такое металлическое, на котором оставалось каждое прикосновение, каждый след оставался. Каждая капелька, все было видно, и нужно было действительно мыть через один день. И я так и делала. Мне это, в конце концов, надоело. И в видео расхламление, кто смотрел, я думаю, вы видели, что я выбрасывала ту емкость. И на замену ей я приобрела вот эту. Безумно ей довольна. Уже месяца три она у меня стоит. Действительно, за ней уход нужен не такой, как за предыдущей металлической. Поэтому я очень довольна. Вот так вот называется фирма. Покупала в Финляндии. Еще хочу несколько средств финских показать для мытья посуды. Вот такое вот средство, которое называется Teho. И оно без запаха. И это финское производство. 750 мл. Конечно же, сейчас в покупке оно новое. Поэтому я еще не пробовала. Как здесь написано, что это средство для мытья посуды без запаха и с содержанием глицерина. В общем, посмотрю, как оно будет в использовании. Понравится, не понравится. Состав покажу поближе. Если кому-то интересно. И еще одно средство я приобрела. Компания Lumi Valco. И это тоже средство для мытья посуды. Вообще-то компания как бы ассоциирует себя с гипераллергенной косметикой. Что касается косметики. Ну вот посмотрим, как это средство будет, как средство поведет себя для мытья посуды. Здесь 500 мл. в объеме. Ну, как я уже вижу, даже каких-то красителей, ничего такого лишнего не добавлено. Поэтому, может быть, оно будет тоже какое-то такое приближенное, скажем так, к натуральному. Но посмотрим, как действительно на самом деле эти два средства себя поведут. Еще одну красоту, которую я недавно приобрела, это вот такой вот контейнер. Он очень маленький в сравнении с моей ладошечкой. Приобрела в размере трех штук. Ну, это такой стиль прованс. Мне понравился этот контейнер. Очень-очень. Я решила, что мне на кухне, к сожалению, никуда они не нужны, никуда не пригодятся. Но я их приобрела в Беларусь, в наш домик в деревне. Вот обычный контейнер. Но я думаю, там можно хранить, может быть, чай. Оно не сильно плотно закрывается. Поэтому, думаю, для чая, например, для разных сортов будет в самый раз. В общем, три такие красоты купила. Чему, конечно, безумно рада. Потому что они действительно очень красивые. Рисунок хорошо нанесен. И вообще, его качество выполнения хорошее. Далее, что я хочу вам показать. Средство отбеливающее. Компания Босс Плюс. Здесь заявлено, что быстро отбеливает, сохраняет цвет. Что выводит трудно вводимые пятна. В общем-то, я знаю, что девочки очень хвалят это средство. Я все еще в поиске отбеливателя. К сожалению, в Финляндии не так много отбеливателей. В основном в Финляндии валишь. Но я не скажу, что он мне очень сильно нравится. Соотношение цены-качество все-таки нецелесопрасное. На мой взгляд, дороговато стоит ванишь для отбеливания, для белых тканей. Поэтому, вот, что-то я ищу. Хорошо, что есть возможность откуда-то привезти что-то другое. Поэтому, вот это вот один из моих проб, скажем так, отбеливателей. Также я приобрела точно такое же средство, но в другой упаковке. Мы как раз были с мамой в магазине, и я думала, гадала, какой лучше приобрести. Вот, она мне посоветовала купить два, потому что, она говорит, бывает, что одно и то же средство, но в разных упаковках, и действительно, качество разное. Поэтому, вот, я приобрела два, посмотрю, вообще, как и правда, какое средство себя поведет. Но отличий, в принципе, по тому, что заявила компания, никаких нет в этих двух упаковочках. Также я приобрела вот такое вот средство, на мой взгляд, очень интересно. Называется «Секунда» и средство «Чистящее для стекол». Очень оно интересно в том плане, что оно таким образом разбрызгивает. То есть, это нужно разбрызгнуть и стереть. Оно подходит для хрусталя, для зеркал. И, в принципе, у меня хрусталь есть, и мне хочется поддерживать состояние хрусталя в хорошем состоянии. То есть, чтобы никакой желтесны, ничего вот этого не было. Мне хочется, чтобы хрусталь выглядел так, как при первой покупке. Поэтому, во-первых, я это взяла для хрусталя. А, во-вторых, мне даже интересно вот просто окна даже помыть таким необычным немножко средством. Дальше. Была, в принципе, такая обычная покупка, мучалка металлическая. Иногда они мне нужны, поэтому моя уже подходит к концу использования. Приобрела новую. Еще я купила от компании «Чистин» отбеливатель. Решила еще такой попробовать, потому что тоже видела много хороших отзывов. Ну и вообще, что касается марки «Чистин», она мне нравится. То, что у меня было, то, что я пробовала, мне действительно понравилось. Поэтому и отбеливатель, я надеюсь, что он меня не разочарует. И от компании «Босс» я приобрела антинагиб. Вот такое средство. Цена была 0,74 копейки. Это по белорусским ценам, потому что из Беларуси я его привезла. Вот. Иногда, в принципе, я чищу чайник с уксусом. Но иногда лень. Хочется просто засыпать, чтобы это все хорошо и быстренько очистилось. Поэтому для такого случая я приобрела именно специализированный такой средство. Ну и последнее, девочки, что я хочу вам сегодня показать. Это полотенца от компании «Лухта». Вот так вот они выглядят. Я приобрела два больших полотенца. Размер 70 на 140. Вот так вот они выглядят. Достаточно плотные. И надеюсь, что при стирке они, скажем так, не станут жесткими. Потому что иногда бывают такие ткани, что даже никакой кондиционер не помогает. Вот. Вообще по качеству на ощупь именно мне очень нравится. Поэтому вот приобрела два таких серых. Для рук у меня есть маленькие серые полотенчики. Поэтому я для рук не покупала. А вот именно для тела я приобрела два таких вот прекрасных полотенца. Очень надеюсь, что нежно зачарует. Фирма «Лухта», если не сказала. И от этой фирмы я еще приобрела несколько полотенчиков для рук. Так получилось, что в магазине была скидка и немножечко по скидке. Все это приобрела. Значит, купила два зелененьких полотенчика и два таких вот, ну, немножко оранжеватые, немножко розоватые. Такой вот цвет. Ну, давайте зелененьких с вами начнем. Вот такого они размера идут. Ну, небольшого совсем, действительно, для рук. Есть «Лухта». И вот здесь есть небольшая петля. В общем-то, эти два зеленых я буду использовать в ванной комнате. Потому что у меня к зеленым полотенчикам нету, к большим банам зеленым, нету маленьких для рук. Так что с этой целью я их туда и приобрела. А два маленьких розоватого цвета я планирую использовать на кухне. У меня сейчас как раз такая тематика. Слегка такая светло-розоватая. Здесь все то же самое. Петля. Написано «Лухта». На ощупь тоже очень классная. Мне нравится. Поэтому, ну, надеюсь, что все-таки жесткими эти ткани не станут. Потому что фирму «Лухта» я люблю. Она внушает мне доверие. Так что, надеюсь, она меня не разочарует. Ну вот, девочки, это были все мои покупки для дома на сегодня. Их мне много. Но мне, конечно же, как всегда, очень хотелось ими с вами поделиться. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. И мы скоро увидимся с вами в новых роликах. До новых встреч на моем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok